Когда-то в тихой и мирной деревне жила любящая семья. Имя этой семьи было семья Браун. В семье было двое родителей, Джон и Сара, и их маленькая дочь Эмили. Джон был старым, но могучим плотником, и все в деревне восхищались его мастерством. Сара же была домохозяйкой с любящим сердцем и радовала всех вкусным печеньем, которое она приготовила. Однажды в деревню пришел незнакомец. У этого незнакомца была аура, которая отличала деревню от других. Его звали Самуэль. Семья Браун пригласила Сэмюэля в свой дом и оказала ему теплый прием. Сэмюэл сказал, что он искатель приключений и путешественник, который любит изучать разные культуры. Со временем Сэмюэл стал частью семьи Браун. За время, проведенное с Сэмюэлем, семья стала еще ближе. Они вместе ходили на пикники, гуляли по лесу и оставили вместе много воспоминаний. Сэмюэл добавил красок в жизнь семьи, а Джон и Сара, вдохновленные приключениями Сэмюэля, стали жить более полноценной жизнью. Но однажды в их деревню пришла неожиданная катастрофа. Сильный шторм разрушил их деревню. Их дома были повреждены, столярная мастерская разрушена, жители села оказались в тяжелом положении. Семья Браун обнимала друг друга еще сильнее в это трудное время. Используя свои столярные навыки, Джон начал ремонтировать дома в деревне. Сара поддерживала своих соседей, готовя и подбадривая их. Эмили, с другой стороны, поддерживала свои надежды, играя в игры с другими детьми в деревне. Сэмюэль бросился на помощь жителям деревни. Его авантюрный дух поднял боевой дух жителей деревни. Работая вместе, они начали разрабатывать план по восстановлению былой славы деревни. Сэмюэль помогал Джону плотничать, и вместе с Сарой они солидарны с женщинами деревни. Со временем семья Браун и жители деревни во главе с Сэмюэлем восстанавливают свою деревню, поддерживая друг друга. Катастрофа сделала их сильнее и сильнее, связала друг друга. Используя свои умения и любовь, каждый член семьи вернул своей деревне былую жизнеспособность. Итак, объединение семьи Браун и Сэмюэля изменило не только их собственную жизнь, но и всю их деревню. Это была незабываемая история о силе любви, солидарности и совместной работе. Когда-то в тихой и мирной деревне жила любящая семья. Имя этой семьи было семья Браун. В семье было двое родителей, Джон и Сара, и их маленькая дочь Эмили. Джон был старым, но могучим плотником, и все в деревне восхищались его мастерством. Сара же была домохозяйкой с любящим сердцем и радовала всех вкусным печеньем, которое она приготовила. Однажды в деревню пришел незнакомец. У этого незнакомца была аура, которая отличала деревню от других. Его звали Самуэль. Семья Браун пригласила Сэмюэля в свой дом и оказала ему теплый прием. Сэмюэл сказал, что он искатель приключений и путешественник, который любит изучать разные культуры. Со временем Сэмюэл стал частью семьи Браун. За время, проведенное с Сэмюэлем, семья стала еще ближе. Они вместе ходили на пикники, гуляли по лесу и оставили вместе много воспоминаний. Сэмюэл добавил красок в жизнь семьи, а Джон и Сара, вдохновленные приключениями Сэмюэля, стали жить более полноценной жизнью. Но однажды в их деревню пришла неожиданная катастрофа. Сильный шторм разрушил их деревню. Их дома были повреждены, столярная мастерская разрушена, жители села оказались в тяжелом положении. Семья Браун обнимала друг друга еще сильнее в это трудное время. Используя свои столярные навыки, Джон начал ремонтировать дома в деревне. Сара поддерживала своих соседей, готовя и подбадривая их. Эмили, с другой стороны, поддерживала свои надежды, играя в игры с другими детьми в деревне. Самуэль бросился на помощь жителям деревни. Его авантюрный дух поднял боевой дух жителей деревни. Работая вместе, они начали разрабатывать план по восстановлению былой славы деревни. Самуэль помогал Джону плотничать, и вместе с Сарой они солидарны с женщинами деревни. Со временем семья Браун и жители деревни во главе с Сэмюэлем восстанавливают свою деревню, поддерживая друг друга. Катастрофа сделала их сильнее и сильнее, связала друг друга. Используя свои умения и любовь, каждый член семьи вернул своей деревне былую жизнеспособность. Итак, объединение семьи Браун и Сэмюэля изменило не только их собственную жизнь, но и всю их деревню. Это была незабываемая история о силе любви, солидарности и совместной работе. Когда-то в тихой и мирной деревне жила любящая семья. Имя этой семьи было семья Браун. В семье было двое родителей, Джон и Сара, и их маленькая дочь Эмили. Джон был старым, но могучим плотником, и все в деревне восхищались его мастерством. Сара же была домохозяйкой с любящим сердцем и радовала всех вкусным печеньем, которое она приготовила. Однажды в деревню пришел незнакомец. У этого незнакомца была аура, которая отличала деревню от других. Его звали Самуэль. Семья Браун пригласила Сэмюэля в свой дом и оказала ему теплый прием. Сэмюэл сказал, что он искатель приключений и путешественник, который любит изучать разные культуры. Со временем Сэмюэл стал частью семьи Браун. За время, проведенное с Сэмюэлем, семья стала еще ближе. Они вместе ходили на пикники, гуляли по лесу и оставили вместе много воспоминаний. Сэмюэл добавил красок в жизнь семьи, а Джон и Сара, вдохновленные приключениями Сэмюэля, стали жить более полноценной жизнью. Но однажды в их деревню пришла неожиданная катастрофа. Сильный шторм разрушил их деревню. Их дома были повреждены, столярная мастерская разрушена, жители села оказались в тяжелом положении. Семья Браун обнимала друг друга еще сильнее в это трудное время. Используя свои столярные навыки, Джон начал ремонтировать дома в деревне. Сара поддерживала своих соседей, готовя и подбадривая их. Эмили, с другой стороны, поддерживала свои надежды, играя в игры с другими детьми в деревне. Самуэль бросился на помощь жителям деревни. Его авантюрный дух поднял боевой дух жителей деревни. Работая вместе, они начали разрабатывать план по восстановлению былой славы деревни. Самуэль помогал Джону плотничать, и вместе с Сарой они солидарны с женщинами деревни. Со временем семья Браун и жители деревни во главе с Сэмюэлем восстанавливают свою деревню, поддерживая друг друга. Катастрофа сделала их сильнее и сильнее, связала друг друга. Используя свои умения и любовь, каждый член семьи вернул своей деревне былую жизнеспособность. Итак, объединение семьи Браун и Сэмюэля изменило не только их собственную жизнь, но и всю их деревню. Это была незабываемая история о силе любви, солидарности и совместной работе.